Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Александр Кравчук «Волновой анализ». Ну и, конечно, специально для этой передачи мы подготовили для волн Александра Кравчука, нашего коллеги из города Северодвинска, Архангельской области, самую сложную тему специально для этой передачи Дональд Трамп организовал мятеж в Вашингтоне, впервые взяли капитолий, и чтобы посмотреть, а как теперь Александр Кравчук объяснит движение. Основных торгуемых инструментов. Вот оказалось, как в чем суть вопроса. Александр, приветствуем вас! Добрый день, Игорь Николаевич! Здравствуйте! Всех приветствую! Что говорят нам волны Эллиота по текущей ситуации? Куда видеть рынок? Как нам торговать? Давайте посмотрим терминал. В целом, относительно спокойно на рынках было, несмотря на такие события. Вот. Относительно спокойно. Вот так-то биток 40 тысяч долларов удавился за единицу? Ну, он рос до этого, растет сейчас, и, наверное, еще какое-то время будет дальше продолжать расти. Вы приходите? Нет, нет, нет. Я тогда немножко поторговал, он подрос, у меня тейк-профиты закрылись, и я, в принципе, свои цели, которые ставил, выполнил, имеется в виду проверить определенные паттерны, модели и прочее. Ну, вот, в принципе, торговый инструмент, когда волатильность там и ликвидность повышается, то работает технично. Когда никого не остается, ну, конечно, да, там могут быть какие-то сильные проливы. Давайте попробуем евро-доллар посмотреть сначала. Ну, значит, я уже даже не помню, где мы с вами остановились. Наверное, где-то вот, по-моему, да, было ожидание коррекции какой-то. Единственное, что я ее, по-моему, ждал поглубже немного. Вот, коррекция получилась в виде треугольника, из нее мы вышли. И потом еще одна коррекция, да, скорее всего, тоже в виде треугольника вот здесь. И опять выход, да. Волны 4, 5, 4, 5 сформировались. То есть здесь была третья большая. Вот так вот это 1, 2, 3. Даже, наверное, вот здесь через удлинение проходило у нас. Да, поэтому вот здесь третья большая, извините. Таким образом. И потом вот 4, 5. И сейчас мы 4, 5. Конечно, может быть, четверка еще не готова. И вот мы только сейчас каким-то импульсом сформируем, да, завершаем коррекцию волновой плоскости. Будет еще один выход наверх, на последний, да, максимум. Но, в принципе, это уже не обязательно, потому что слишком много дивергенций вот здесь. У нас вот здесь дивергенции между собой стоят. То есть по большому счету 3 максимума последующих, да, на поднижающихся объемах на дивергенциях. Вообще это как бы сильный сигнал на разворот, достаточно сильный. Я думаю, что очевидно, да, в принципе, импульс как бы готов. Он вот как бы завершался, да, выдыхался. Сил особо не было на новый рост идти. И сейчас мы, в принципе, в достаточно хорошем снижении начинаем идти вниз. Вообще целью всего этого безобразия, я думаю, наверное, вот этот вот минимум. То есть нам нужно отыграть весь этот импульс, фактически. Вот здесь вот находится точка, я так понимаю, с коррекцией на объем, да. То есть если кто-то торгует, вот эти вот горизонтальные все вещи. То, в принципе, нам, ну, как минимум, там к 1.18.50 надо приходить. Скорее всего, мы будем уходить и ниже со временем. Вот вообще я думаю, что ERA развернулся, наверное, как и многие основные остальные инструменты. И доллар сам по себе тоже, в принципе, развернулся. Так что посмотрим. Конечно, ожидалось 8-го числа, да. То есть получается сегодня. Но у нас импульс начался чуть раньше. На таких временных промежутках плюс-минус один день, в принципе, нормально. Ну, по фунту ситуация аналогичная. Также ожидалась коррекция, да, какая-то вот здесь четвертая волна. И потом выход из нее на пятую, на максимум. Я, в принципе, все это проговаривал. Более-менее так оно реализуется. Единственное, что по фунту не видно пока такого четкого красивого начала на снижение. Возможно, в принципе, еще будет какой-то финальный проход. То есть финальный минимум по доллару. И последний бросочек, да, вот на вот эти максимумы. Как по евро, так и по фунту. Но в целом, в целом вот эта ситуация вот здесь, скорее всего, она финальная. И вот это движение, оно тоже готово по большому счету. Также, да, я не знаю, сегодня, завтра или вчера уже, но где-то в ближайшие несколько, в промежутке технических торговых дней здесь по цене либо случился, либо случится разворот. Но по фунту пока его так четко не видно. Здесь есть как бы импульс, коррекция импульс, да, но они слишком маленькие, больше похожи на зигзагообразную структуру. Это не значит, что цена не может здесь, да, удлинить и начать, как бы, соответственно, снижение. Ну, как правило, фунт ходит немножко впереди евро. Ну, то есть вряд ли, да, получится, что по евро мы уже видим снижение, а по фунту еще нет. Наверное, все-таки какие-то выходы еще, наверное, допустимы. И потом это все финализирует. И одновременно все инструменты пойдут, соответственно, на новый тренд вниз. По рублю, как я уже тогда, да, немножко поменял картиночку. Из этого вот импульса, да, и коррекции к нему я перешел на треугольную структуру здесь, коррекции. То есть у нас первая, вторая сильная, да, третья, ну, длительная. И вот сейчас мы рисуем треугольник. Если можно здесь посмотреть, то нам осталось, по большому счету, небольшое укрепление рубля в район, там, возможно, 71, там, 71,5. Ну, в общем, то есть ничего существенного здесь не остается. Вообще, конечно, я думаю, что никаких значительных укреплений здесь не будет. Да, эта структура может превратиться во что-то вот такое, то есть, да, даже можно здесь перейти на зону первой волны и получить клин с пересечением 1,4. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки мы как-то здесь вот, да, торгуемся более горизонтально. И потом когда-то там, да, там, через какое-то несколько месяцев, количество времени выйдем из этого треугольника, наверное. То есть, по большому счету, какая-то коррекция представляется хоть такой достаточно диапазонной, но все-таки развивающейся в бок, а не имея какую-то трендовую направленность. Ну, а выход из всего этого состояния, я думаю, где-то в районе 75 будет и вот туда вот наверх по тренду. То есть, вообще, цель, соответственно, там 80 мы уже делали, следующая, вторая появилась, 90. Ну, там 89, там и 90, по-моему, округляем до 90 рублей. То есть, в принципе, вот эта цель рубля на все вести от тренда. Конечно, там 100 тоже может быть, но я думаю, что мы в районе, там, 90 остановимся. По S&P. По S&P самая немножко такая сложная картинка, потому что был хороший, красивый паттерн. У нас импульс, коррекция, здесь еще что-то импульсное, потом опять коррекция, и потом вот, да, у нас был клиент. Ну, по крайней мере, было похоже-то на клиент. Но вот удлиняющийся тренд наверх, грубо говоря, эту картинку меняет, потому что у нас, получается, третья волна самая короткая, это такое основное правило в волновом анализе. Не очень красиво, когда оно нарушается. Бывают редкие исключения, в принципе, когда по-другому там паттерн не разметить. Ну, по-другому адекватно, да, без каких-то там уже несоизмеримых там нарушений других правил. Вот, но здесь получается, что этот клиент как-то надо будет переразмечать. Вообще, вполне возможно, что мы видим здесь набор волн 1.2.1.2, но тогда у нас этот импульс, то есть если у нас здесь была первая волна, коррекция, и дальше каким-то образом здесь развивается третья, тогда это просто все приведет к очень большому росту. А у нас как бы тут, ну, в этом сценарии у меня, да, здесь как бы третья волна, не самая длинная. Поэтому не очень хорошо. Но место еще есть, возможно, какое-то здесь более хитрое сплетение коррекционной волны четвертой, которую сейчас пока адекватно не видно. Вот, или, по большому счету, нужно сразу же где-то тут ее размечать не очень стандартным паттерном. Тогда, в принципе, можно перенести минимум четвертой волны вот сюда, и тогда у нас, в принципе, третья получается подлиннее, и есть место для пятой. Так или иначе, вот эта зона для всего этого импульса, от 3880 до 3965, я думаю, является целевой все-таки, да, потому что могли раньше развернуться, но все-таки, видимо, идут в эти цели. Она для всего импульса, для этого крупного стоит. Ну, наверное, где-то там будет разворот. Но пока, я думаю, это финальное, тоже финальное укрепление индекса S&P. По большому счету, технически картинка тоже выглядит готовой. И фундаментально очень много причин на то, чтобы рынку начать хотя бы крупно корректироваться на снижение, да. Ну, это главная идея, это вся эта налоговая реформа демократов, которые, по большому счету, видимо, получают полную власть. То есть, там, и над палатами своими законодательными, и президент. Так что, я думаю, впереди большие изменения на рынках все-таки будут. Вот, ну, по золоту реализовался вот этот сценарий с каким-то, да, и пятиволновым ростом. Единственное, что не очень здесь все, как бы, гармонично. Ну, понятно, да, тонкий рынок все-таки еще пока, как ни крути, наверное, не самое лучшее время ожидать каких-то стандартных, красивых, пропорциональных моделей. Вот, ну, вроде формально пять волн есть, сейчас мы их корректируем. То есть, наверное, коррекция где-то сюда вот и должна была прийти. То есть, в район 18.60, там, 18.50 по золоту. И дальше надо будет смотреть на новый, да, продолжающийся тренд. Вот, я думаю, что, наверное, история вот с этим вот трояным зигзагом, да, который я опасался, да, вот здесь вот получить тройку и потом еще новый минимум, наверное, она уже не так актуальна, потому что формально, да, мы этот уровень не обновили, поэтому это может быть все еще набор троек, если вот здесь вот зигзаг тоже наверх. Ну, вроде выглядит это все как начало нового тренда. Ну, и, наверное, в принципе, укрепление золота сейчас более уместно, потому что если у нас начинается история ухода от риска, фиксация каких-то позиций, да, распродажи на фондовых рынках, то, наверное, в принципе, золоту есть абсолютно, как бы, да, законное основание идти на укрепление. Посмотрим, в общем, как это будет. Пока так, ну, достаточно спокойно на рынках, несмотря на такие кажущиеся драматическими события, да, в американской политике, рынки, как вы видите, как-то очень уж бурно не отреагировали. Ну, и также, да, можно посмотреть картинку волновую по евро, как это сейчас выглядит. Возможно, мы сейчас только заканчиваем четвертую волну, вот эту, это такая альтернативка отмечена, да, сереньким, еще будет на хай выход. Но, с другой стороны, да, я в разметке допускаю, что импульс уже готов и финализировался. Потому что, честно скажу, как бы, да, вот выкуп вот таких вот дивергенций, бесконечные, да, обновления максимумов, это история, ну, какая-то не очень простая. То есть, бывает двойная дивергенция, но тут их уже три, и если еще раз выкупят, ну, я не знаю, кто это будет делать. По большому счету, с таких вот условий рынок падает, и вполне себе хорошо, и не возвращается, да, как, знаете, там, обратно шпильками снимать стопы. Поэтому я бы, конечно, на новый максимум по евро не рассчитывал, но в голове их держал, и очень близко здесь бы стопы не ставил, сразу вздыхаем. Вот, в принципе, все, что можно здесь, грубо говоря, придумать, с моей точки зрения. Ну, а в целом, да, в целом, я думаю, что рынок готов снижаться. Ну, в принципе, все. Александр, спасибо вам большое за ваш обзор. А как, САК, планируете активно торговать сегодня? Сделали обзор, наметили план на неделю, и все, и все-таки кнопочки планируете нажимать? Не, ну, я в позициях на продажу по евро-доллару. То есть у меня открыты шахты, не очень крупные. Ну, мы тут с вами, да, в предыдущий весь месяц, по большому счету, на аналитике было сводилось к тому, чтобы предъявить этот максимум на развал. Вот, и дойти до него как-то, да, ну, не теряя, по крайней мере, да, от своих позиций на продажу, либо немножко попутно зарабатывая. По большому счету, зарабатывать попутно не особо получалось. Вот, фактически все сводилось к тому, чтобы не терять на этом росте. Потому что, ну, вот, постоянно, да, можно было ожидать хай-хай-хай, но вот видите, сколько раз его с дивергенциями даже обновляли по евро-доллару, и рано или поздно это должно было закончиться, и цена должна входить на какую-то серьезную тренд вниз в рамках коррекции или нового движения, это уже потом, попозже будет понятно. Вот, ну, вот это движение вроде реализуется, и по большому счету, сейчас пришло время зарабатывать или, там, возвращать то, что было немножко отпущено на просадках. Так что, торгую и торгую в продажу по евро. Я понял. По евро поставили тейк-профит на какую-то отметку у себя? Нет, нет, не ставил, потому что, говорю, цели это 1.16 и ниже, итоговые. Посмотрим, как будем туда идти. Ну, вот, первое, наверное, все-таки это вот обновление того уровня, который показали на выборах Трампа, на выборах Байдена, извините, на президентских выборах. Вот, в ноябре, то есть туда надо сначала вернуться, то есть отыграть весь этот финальный импульс, который прошел с того времени. А там дальше будем смотреть, в какой модели мы туда придем, и что из этого, грубо говоря, будет видно. Но, в целом, вот, где-то там до 24, до 23.70, да, даже, по-моему, не сделали по евро. Вот, да, 23.50, грубо говоря, цель показали. Примерно где-то здесь оно и ожидалось. Я понял. Ну, хорошо, цели нет, вы будете смотреть по ситуации, но, скажем так, готовы держать на 1.16 или нет? Нет, я, если это тот разворот, который, в принципе, я предполагаю, что это не просто коллекция к этому растущему импульсу, а это вот именно разворот на новый тренд вниз, то там будет цель вообще в районе паритета, и то бывает. Даже, наверное, с небольшим его пробитием. То есть, если эта история будет развиваться, на несколько лет она туда пошла, то, конечно, тут нет смысла где-то, ну, какие-то промежуточные фиксации допустимы, возможны, но итоговые цели сильно ниже 16. Я понял. Ну, а вот для себя все-таки так, вот когда прикидываете, посмотрели на график, ну, если что, на вот этом уровне закроюсь. Если что, на 1.16. Друзья, это 600-500, кому интересно, от текущих. Ну, в несколько месяцев, возможно, будет падать, а что нет-то, пусть идет. Я понял. Когда росло пару месяцев, нормально было, сейчас должно падать пару месяцев. Рынок же, как говорится, как качельки, туда-сюда переворачивается. Я понял. То есть вы поймали, волна Трампа заканчивается, волну Байдена вы поймали, считайте, что он, кстати, сторонник сильного доллара, это официально, вот, он, так сказать, подтянет доллар в укрепление, ну, и вообще, когда обстановка стабилизируется в Штатах, конечно, валюта государства всегда укрепляется. Поняли вас, Александр? Спасибо вам. Идея. Идея. Ага. Поняли, поняли, спасибо. Александр, я сейчас вспомнил, что после вашей победы на чемпионате мира по трейдингу 2020 года я вас еще официально не поздравлял, просто мы не встречались в эфире, так что я вам привношу официальные поздравления, наилучшие пожелания успеха, и надеемся, что, ну, поскольку ваш счет перешел на следующий год, надеемся, что и в этом году вы покажете нам отличный результат. Да, спасибо большое, Игорь Николаевич. Победа, конечно, такая, ну, я в курсе, что были споры, не всем понравилось, ну, правила такие были определены не мной, поэтому я не буду здесь ничего говорить. Для всех они были тогда в том виде одинаковые, да. Сейчас, конечно, я знаю уже, что они изменились, и, наверное, будут все-таки учитывать открытые позиции, и эквити, и все это остальное. Это может быть более точно, ну, так или иначе, для всех они были одинаковые, поэтому, ну, спасибо, приятно. Отлично. Александр, ну что, так вы знаете же, что у медали всегда две стороны. Значит, с одной стороны, вы победили, мы вас поздравляем, а с другой стороны, теперь придется копить денежку на полет в Москву 22 января, чтобы этот путь получил. Да, Игорь Николаевич, я понимаю, но я пока не могу точно подтвердить, потому что связано это не только как бы с работой, да, ну, и по личным еще здесь обстоятельствам тоже как бы не все просто получается. Ну, посмотрим чуть ближе туда. По крайней мере, решение принять можно там за несколько дней до этого события, да, так мне тут добираться буквально там, не знаю, там 4 часа, наверное, на самолете максимум. В общем, пока я не могу сказать точно получится или нет. Я понял вас, Александр, но мы, я сейчас буду беседовать с вашим инвестором, будем вас уговаривать, чтобы вы были, потому что, конечно, вы ключевая фигура на этом мероприятии, чемпион мира всегда вызывает большой интерес, эта фотография самая активная всегда. Более того, я хочу сказать, что мы сейчас обсуждаем тему вашего интервью, может быть, даже уже 21-го, за день до конференции, я бы хотел предложить вам лететь в Москву 21-го утром, значит, и задержаться на пару ночей, я это говорю, так сказать, специально, чтобы все понимали, что продвижение еще до вручения кубка начинается. Вот, поэтому предлагаю вам подумать вот на эту тему. 21-го прилететь, 22-го кубок вручения в 16.00, и 23-го в субботу улететь. Ну, это как минимум. А может быть, взять свою жену и вместе с ней субботу провести в Москве, а улететь в воскресенье 24-го назад, как вариант, понимаете. Вот такие вот продумайте вещи. Мероприятие очень важное. Естественно, программа продвижения чемпиона мира, она рассчитана на весь год. Ну, и начать хотим 21-го. Так что, друзья, мы начинаем эту программу, и я надеюсь, что вы всем примете активное участие в этом мероприятии. 22-го января в 16.00 в Москве. Место уже определено, я официально об этом объявлю в понедельник. Вот, и мы с вами в 16.00 проведем это мероприятие. Очень интересно. Всех приглашаю с любой точки мира. Пожалуйста, приезжайте 22-го в Москву. То есть, главное, меня до 22-го, по 21-го, отключительно, прислать мне имена, фамилии отчества тех, кто участвует, чтобы я включил список для прохода на мероприятие, поскольку это бизнес-центр, и там, естественно, свои правила, своя охрана и так далее. Спасибо, Александр, вам за ваш обзор. Желаем вам успешной торговли и хорошего настроения. Спасибо, Игорь Николаевич, вам тоже. Всем профитов, естественно, при торговле. Всего самого наилучшего в этом году. Спасибо. До свидания. До свидания.